готовь сани летом а телегу зимой это касается и подготовки почвогрунта для различных мероприятий которые мы проводим своими семенами и рассадой здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад вопрос серьезный актуальный и такой спорный достаточно потому что одни люди считают что землю необходимо покупать только в магазине и сажать только в такой покупной специализированный грунт ну допустим там земля для томатов земля для огурцов цветочная земля или там универсальная и еще как-то называется вот я придерживаюсь другого мнения готовлю почвогрунт сама из своей собственной земли из навоза перегноя торфа и всех вот таких компонентов и все у меня получается многие говорят о том что своя земля там заражена всякими болезнями бактериями почва содержит все это и потом рассада болеет черной ножкой еще там какими-то заболеваниями у меня эти беды обходили стороной мне кажется что это даже не от почвогрунта зависит а еще от ряда других проблем это и температурный режим и как мы содержим свою рассаду ну об этом после будем говорить с вами а сейчас я хочу вам рассказать как я готовлю почвогрунт для разных своих манипуляций с растениями ну первое видео вышло уже как я готовлю почвогрунт для кашпо чтобы потом уже в них пересадить готовую рассаду цветочных в основном культур все это у меня уже приготовленный стоит в теплице будет промораживаться зимой а сейчас буду готовить два почвогрунта один для посева семян вторая вторая часть ролика а сейчас именно для уже пикировки земля для растений которые мы маленькими сеянцами пикируем различные объемы горшочков своих стаканчиков и так далее здесь земля так что-то мне тут принесли вкусненько здесь землю я готовлю такую богатую органикой вкусную питательную в отличие от той которую готовлю для посева семян и эту землю я не просеиваю ничего с ней не делаю потому что сенец уже имеет корневую систему и корешкам необходимо зацепляться за мелкие кусочки почвы может даже из какую-то там палочку веточку комочек и это для корней намного лучше если вы просеиваете через ящик там через сито именно для рассады земля но еще раз повторяю она должна быть вкусная и питательная я здесь взяла вот ведь тоже отличается вот это перегной с компостной кучи и он достаточно такой вот крупный вот посмотрите здесь вот попадаются и какая-то солома вот он достаточно крупный и я его вот даже палочки вот такие палочки тоже попадаются ну крупные выкинем а мелочь всякая попадается еще за зиму здесь тоже подпреет подгниет и я этого не боюсь совершенно а вот эта земля это листовой перегной подкладывают мне здесь вкусное это листовой перегной с тех мешков которые я вам показывала в первом видео то есть мешки были набиты листьями с осени сверху была земля и в них росли огурцы все это залито перепрела и вот такой листовой перегной но он тоже не мелкий не просеянный здесь частички листьев есть и травок и всего этого вот такая вкуснота конечно эти две земли богатые очень органикой и что мне нужно и сюда я обязательно сейчас добавлю торф вот принесла торф но торф здесь будет играть роль разрыхлителя потому что перегной это достаточно такой тяжелый грунт ведро торфа и ведро земли обычной своей земли с огорода почему я люблю свою землю делать да потому что если мы будем выращивать но это это просто мое мнение если я буду выращивать это все свою рассаду из покупного супер хорошего там грунта но потом то моя рассада идет в мой грунт и будет знакомиться с моими бактериями теми которые живут в моей почве и может произойти такой в общем-то не баланс этого и растению будут могут даже очень чахнуть потому что пока корешки привыкнут и пока растение привыкнет к моему грунту со своей плотностью со своей кислотностью а так как она у меня растет уже в своей земле то легче адаптироваться при пересадке рассады уже готовой там в огород или в кашпо или куда еще так что вот и так здесь два вида ну полтора ведра перегноя ведро вот это листовой земли ведро торфа и ведро огородной земли и все это перемешиваю ну в какой-то емкости получился вот такой круг грунт достаточно крупная фракция достаточно рыхлая но будут деньги можно еще добавить при уже тогда когда мы делаем перевалку вермикулит перлит кокосовый субстрат и будет еще пышнее еще воздушнее и вот уж эту землю я буду перекладывать вот в мешке ну по два ведра и буду и тоже в теплицу ставлю для промораживания два ведра в период пикировки уходит просто на ура сегодня прекрасный день 20 октября солнечная теплая погода просто просто благодать поэтому все время в саду находятся какие-то важные мероприятия но одним из таких мероприятий это заготовка земли для посева семян именно и она отличается от заготовки земли которые я вам показывала для моих кашпо для приготовления такой земли я беру в основу это торф торф уже прошлогодний он уже вот такой вот видите камкастый с лежавшийся и спасибо моим подписчикам которые написали что землю очень хорошо просеивать вот таким ящиком а то я пользовалась ситечком или ситом из фикс прайса это конечно нудно и очень тихо работа идет ящиком великолепно вдруг кто-то также как и я не знала таком способе огромное всем спасибо и так просеиваю вот в тачку сейчас именно торф посмотрите какой он получился легкий пушистый вот именно для посева семян чтобы мы вот так могли все утрамбовать и на эту земельку посеять и питунью и вербену и бегонию томаты и перцы вот именно такая земля но здесь торф земля бедная поэтому я еще сюда добавлю перегной который точно также просею через ящик вот так выглядит просеянный через ящик компост вот с компостной кучи земля она у меня такая грубая со всякими даже еще палочками не перепревшими но через ящик выглядит вот такой вот нежной и пушистой вот так выглядит торф а так выглядит перегной для посева семян нам не нужна очень хорошая такая богатая органикой почва нам нужен грунт самое главное чтобы он был легкий поэтому готовлю три части торфа один часть перегноя нет перегноя значит 1 1 часть просто земли с вашего огорода ну конечно желательно повкуснее и вот это все сейчас перемешаю и покажу что получится все перемешала и видно что основа вот этой всей земли это все таки торф они перегной мне вот именно это и нужно теперь всю эту землю складываю в мешок и еще не забываю маркером на мешке написать что эта земля именно для посева семян честно стоят много мешков у меня и запросто можно не увидеть перепутать ну конечно этот грунт легкий его конечно заметно но все равно маркером для себя отмечаю и еще не сказала что именно вот этот вот легкий грунт на основе торфа очень хорош для укоренения черенков не только в общем для посева семян но и для черенков а так как будем черенковать и зимой и рано весной поэтому как раз вот эта тачка у меня вся и уйдет сначала вам сказала что всю эту землю я сложу в мешок и подпишу но потом подумала хорошо что эта мысль пришла сейчас что землю я буду брать небольшими партиями потому что сажаем культуры в разное конечно же по срокам время и неудобно будет целый мешок принести в дом размораживать его где-то хранить поэтому вот именно этот грунт буду небольшими такими ведерками закладывать ну вот вот такими то есть я взяла вот это ведерко и она у меня уйдет на черенкование на посадку там тазик в общем все что есть сейчас вот приготовила видите мешок сначала хотел вот такую всякую тару приготовила и буду в мелкую тару закон это тоже видите важно ну вот столько получилось у меня земли просеянным не этого достаточно при посеве уже семян буду добавлять в эту землю вермикулит или перлит и тогда она еще будет пышнее и в общем воздуха и водопроницаемый вот так работа по закладке урожая и красоты следующего года начинается именно сейчас к а и и и по и и и Продолжение следует...